Около 8 километров от центра, отмечает Интерфакс. Немедленно покинуть территорию Сирии призвали находящихся в этой стране американских граждан власти США. Одновременно они рекомендовали тем из них, кто находится за пределами Сирии, но собираются по тем или иным причинам ехать туда, воздержаться на данном этапе от реализации таких планов. Соответствующее обращение содержится в новом предупреждении для выезжающих за рубеж американцев, распространённым Госдепом США. Как говорится в этом документе, внешнеполитическое ведомство настоятельно призывает находящихся в Сирии американских граждан немедленно покинуть её пределы, пока доступен коммерческий транспорт. Официальный курс доллара на сегодня 30 рублей 50 копеек, евро 41,88. Я о погоде. В Москве в течение дня местами пройдёт небольшой дождь, переменная облачность, температура 14-16, по области от 12 до 17 градусов. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы». Нателла, песню. Песню когда... Подожди. Час и три минуты в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». Микрофон Нателла Болтянская. У нас в эфире Алексей Ивашенко. Алексей Игоревич, спасибо. Все питерские слушаем, вспоминаем. Вопрос такой, о верности слушателей. Ой, не знаю, мне трудно судить. Ну, люди приходят на концерты. Ну, как-то... Сейчас вообще концертная деятельность, она сильно изменилась. Концерты ведь переходят в клубы. Но это нормально. Это нормально. Это нормально. И мне это даже нравится. Я сначала очень как-то с... С обитой. С испугом, да. Да, да. А что это... Я буду тут петь, а не буду сидеть за столиками и что-нибудь там выпивать. А потом я думаю, а почему, собственно, нет? Александр Николаевич Верцинский говорил, что? Что школа кабака лучшая школа для артиста. Это прекрасно. Дело в том, что... Мы с Георгием в самом начале, можно сказать, новых времен, мы были приглашены выступать в клуб под названием «Кино». Я не знаю, существует ли он сейчас. Он тогда только открылся и был на Олимпийском проспекте, в общем, в спорткомплексе Олимпийский. Ну, крутое место было-то. Да, место было крутое, и мы пришли туда выступать, и Георгий очень переживал, что мы сейчас будем выступать перед едящими слушателями. И надо сказать, что выступление не имело большого успеха, потому что мы поняли, я потом понял, почему, когда уже потом выступал в Низе Глухаря, вот в Альма Матер, в этих клубах. Потому что сейчас все-таки еда не играет той роли, которую играл 20 лет назад. И пожрать, это, конечно же, надо, это было номер один. Поэтому, когда приносили блюдо, люди впивались в него, и они понимали, что если они сейчас его не съедят, он может не стать потом от его блюда. Так, Георгий, так и происходит. Ты знаешь, самое страшное воспоминание моей жизни, когда меня пригласили выступить в казино, не буду называть. Причем я туда приехала, у меня в гримёрной стоял подносик. На нём был, вот честное слово, с этот лаптоп бутерброд черной икрой, а я её обожаю. И такое блюдечко со свежей земляникой. И как только я надкусила, мне сказали, Наталья Александровна, прошу вас. Но когда я вернулась, уже ничего не было. Это самое грустное воспоминание моей жизни. После кино я лет 15 боялся выступать в клубах, а потом мне так понравилось. Вот сейчас в воскресенье у меня концерт. Кстати, совсем новый. Не выступала там Five o'clock? Нет. Нет? Это совсем новый клуб, улица Неглина, дом 14. Там клуб на 50 мест. Ну, прекрасно. То есть вообще просто. Зрителю можно смотреть в глаза. Зрителю, каждому конкретному зрителю можно смотреть в глаза. Они открылись, по-моему, две недели назад. И только-только начинают и репертуарную политику свою краить, и, в общем, общую художественную концепцию создавать. Говорят, что очень уютный клуб. Говорят, что там хорошо кормят. Но это не главное. Но да, но что касается всего художественного содержания, пока непонятно, что там будет. Клуб на 50 мест – это такое, на самом деле, особенное какое-то заявление. Явление. Ну да, но с интересом. Жду воскресенье. Приходите все. Все 50 человек, приходите. Приходите все сразу. Приходите. Мы в этом году ходили на речку, на Приполярный Урал, и я, давний поклонник гостя, несколько раз пел «Дети тишины». Эта песня А – актуальна, Б – гениальна. Спасибо гостю за заочное знакомство с 1987 года, пишет Евгений. Спасибо большое. С удовольствием бы ее спел, но я просто ее не репетировал давно и очень давно не пел. И в концертах, кстати, ее не пел, а эту песню. Елена из Санкт-Петербурга пишет. Спасибо, что вы в эфире. Помним вашу селедку по имени Таня. Это намек. Селедка по имени Таня написана для двух гитар. На одной гитаре не может быть исполнена никаким образом. Хорошо. Я тоже напомню свои собственные заявки. Иссыкульские. Любая из Иссыкульских песен. Пожалуйста, с удовольствием. Прям можно сейчас. Дождь над Иссыкулем сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин. И серой горной курчавой стеной Весь мир на части теньшень разгрожил. Кто-то от нас вдалеке Стиснув фонарик в руке Месит болото Кто-то, забыв про уют Взлом комарина в краю ждет вертолет Где-то в морях неизвестных и злых Бродят суда Словно суши осколки Где-то в степях зацветают полы Там за хребтом мир живет Мир шумит А у нас только дождь Над Иссыкулем сплошной пеленой И ночь чернилами льется с вершин И серой горной курчавой стеной Весь мир на части теньшень разгрожил. Кто-то в избушке лесной Тронет безболвье струной Тихо и нежно Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари На языке говорит, на зарубежном Но расстояние считать не по нам Встретимся вновь Человек не иголка Пусть нас опять разделила стена А за стеной мир живет Мир шумит А у нас только дождь Над Иссыкулем сплошной пеленой И ночь чернилами льется с вершин И серой горной курчавой стеной Весь мир на части теньшень разгрожил. Ой, тоже ведь сколько лет? Тридцать? Это даже могу сказать, сколько. Это 1978 год. Ну да, да. На экспедицию на Иссыкуль. Еще я помню... Мокрая палатка, все как полагается. Я помню еще ваше первое появление Совместно с Георгием Леонардовичем В эфире «Эхо Москвы», Когда он так это ядовито сказал Ну да, Алексей Игоревич любит Короткие прилагательные, типа злых. Да, у меня там все злые. Мне не хватало слогов И не хватало мастерства. Да ладно, с мастерством все хорошо. Не-не-не, уже сейчас все бы переписал. Все бы переделал. Ну, а хорошо, а появляются там стихи, Которые не становятся песнями? Или ты автор песен? Да, да. Но они какие-то короткие все время. Да, я слышала пару этих коротких стишков. Ну, те, которые ты слышала, Наверное, в эфире-то нельзя. Да, в эфире. Я могу зашипеть где-то, Но я не уверена, что ты рискнешь. Ну, вообще, есть такой жанр, я считаю. Ну, у нас в семье, по крайней мере, есть. Он называется «Стишан». «Стишан» — это короткий стишок Из одной, двух, трех строчек, Которые приходят в голову просто так вот. «Стишаны, стишаны, больше жизни нам нужны». Или «Этот свеженький стишан вашим я дарю ушам». Ой, как это трогательно. Ну, что-нибудь такое, да. Или, например, «Нет, весь я не умру, Душа в заветной лире, Мой прах переживет годка на три-четыре». Я напомню. Или, еще краткое, «Поэзия» — та же добыча «Цезия». А про нефть? Про нефть нет, про нефть нет. Не случилось? Не случилось, да. Ну, надо просто как-нибудь утром, Чтобы нефть на язык попалась. Это же пока утром все одеваются, Пока зубы чистят, что-нибудь сочиняется там. Какая-нибудь ерунде. Так это же, как это, зарядка для хвоста. Да. Ну, что ты взял инструмент? Я уже пригорюнилась. Да, да, да. Так что там? А, да, из Питера, да? Кстати, в Питере на следующей неделе У меня четыре концерта за три дня. Два в клубах. Там уже все билеты проданы. А один маленькая творческая встреча. Это такой просто... Узкий корпоратив. Узкий корпоратив, да. И один в городе концерт 22-го числа, В четверг, в концертном зале Арктика. Там еще, по-моему, есть билеты. Но как-то я так давно не выступал И так давно не был в Питере, Что я рвусь туда совсем просто всей душой своей. Алексей Игоревич, питерские это Света, Сергей, Аня. У нас все хорошо обнимаем. Ты все понял? Да, понял, да. Очень хорошо. Ну, приходите, собственно, или в клуб Арктика, Или куда-то еще, уважаемые питерские. Все, инструмент взял. Мой нежный друг, поскорее убери Из пепельниц сугробы И зажигалкой не режь ночной тьму На мелкие куски. На всей земле нет почти что ничего Такого, что могло бы Быть адекватной причиной Твоей печали и тоски. Пускай порой улыбается судьба Улыбкой паракуды И достается твой праздничный пирог Презренному врагу Поверь, мой друг, на земле нет Ничего фатального Покуда Есть у тебя Самый лучший в мире я Который все могу Когда беда словно темная вода Огромною волною На горизонте появится шипя Как злобная змея Ты можешь твердо рассчитывать на то Что спиною, как стеною Тебя укроет от яростных штормов Твой лучший в мире я Ведь я умею бороться и искать Найти и не сдаваться Я смел, как лев И пускай все силы зла Зарубят на носу Что я сильнее, чем они И я тебя не заставлю волноваться Ведь если что Я из воздуха соткусь И я тебя спасу А если вдруг Мы расстанемся с тобой Навеки, веки, веки И прекратится Безумный этот сон Что снится нам двоим Не грянет гром Не разверзнется земля Не пересохнут реки А просто я Не сумею больше быть Волшебником твоим Не потому, что гордыня я буян Боясь казаться жалким Не захочу Арсенал своих чудес Растрачивать вообще А потому, что я просто Вечный раб Волшебной зажигалки Волшебной зажигалке И на большом расстоянии От нее Без помощи Вообще Вот почему Мне не быть твоим огнем Когда начнет смеркаться И потихоньку исчезнет Дивный дар Которым я владел Я не сумею Не будучи твоим Из воздуха соткаться Ты извини У любых волшебных сил Имеется предел И в час Когда с четырех сторон Беда Нахлынет водопадом И заблудившись Утратишь Правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак Не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак Не смогу тебя спасти нам все-таки способны. Блеск. Вот в натуре. Это вот новая вещь? Да. Это прекрасно совершенно. Спасибо. Причем, знаешь, у меня такое ощущение, что в ней есть отголоски обыкновенного чуда. Ну, должны быть. Да. Ну, есть, да. Но просто она раньше появилась, чем обыкновенное чудо. Ну, это очень хорошо. Это замечательная совершенно вещь. Спасибо, Алексей Игоревич. Эту вещь не слышали. Да, да. Да, я тоже ее не слышала. Мне тоже она очень нравится. Вот почему-то пишут, что какие-то проблемы с сайтом. Не знаю, у нас все есть, у нас все хорошо. Видимо, может быть, у вас какие-то проблемы с интернетом. Уважаемый Алексей Игоревич, а скажите, пожалуйста, не собираетесь ли вы на гастроли? И дальше вот я поставлю многоточие. Потому что много очень вопросов из самых разных городов России. Вообще, как проистекает вот эта сторона твоей деятельности? Я понимаю, что существуют там песни века, которые могут... Чрезвычайно безалаберно она. Абсолютно безответственно. Я себя веду, потому что вот, например, мне недавно приходят на Фейсбуке. Я тут... Слушай, я тут по весне обнаружил, что существует этот лайф-джорнал, всякий Фейсбук. А раньше не знал. А я раньше как-то так существовал вне них. А тут я же зажил такой виртуальной жизнью. У меня появилась такая страничка, меня научили все это. Да, да, да. Да, оказывается, там вот... Дочь вообще там живет, плавает, купается во всем этом. И тут я тоже. И вот у меня на Фейсбук приходит, например, такая короткая совершенно реплика. «А в Одессу?» Вопросительный знак. Я отвечаю. «А и то?» Восклицательный знак. И все. Надо же это организовывать как-то. Время выбирать, еще что-то. Это любимая история, к сожалению, наших уважаемых слушателей и зрителей, каждому из которых кажется, что его желания вполне достаточно для того, чтобы Ивашенко подорвался и поехал в Одессу. Да я бы подорвался и поехал бы. Было бы вот куда, где. Главное, чтобы было больше одного для зрителя. Ну, в общем, хотелось бы, да. Хотя я думаю, что с Одессой можно... С Одессой, может быть, да. Я не знаю. Вот в Питер неожиданно как-то на самом деле в Питере концерт сорвался, потому что он должен был быть в июне. И мне пришлось его отменить, потому что я в июне просто болел. Так получилось, что все мои концерты отменились. Довольно долго не мог я прийти в себя после этого обыкновенного чуда. Вот. И потом пришел в себя, и сейчас в Питере сразу там целая серия концертов. Потом еще что будет из такой, из гастроли, Новосибирск будет в декабре. Там будет несколько концертов, потому что они очень давно зовут и ждут. Ну, десятка, полтора, два городов есть, которые ждут, зовут. Но это надо, как, организовывать. Мы когда-то с Георгием Леонардовичем придумали интересную для себя такую схему. он говорит, давай выступать в полных залах. Действительно. Просто в полных и все. Можно слова списать? Давай выступай. Я говорю, отличная идея. А как мы будем это делать? Он говорит, очень просто. Нам звонят и говорят, приезжайте к нам. Мы говорим, а какой у вас зал? Они говорят, тысяча мест. А соберется тысяча. А они говорят, нет, тысяча не соберется, соберется 500. Он говорит, тогда возьмите зал на 500 мест. А тогда придет 300. Тогда возьмите зал на 300 мест. Ну, там какие-то экономические соображения не играет, никакой роли не играет. Играет на самом деле только одно, что была критическая масса зрителей. Сто это мест, тысяча мест. Зал должен соответствовать объему. Это тоже кто-то этим должен заниматься. Я, например, не знаю, что сейчас соберется, или зритель. И нужна реклама, и изменились все способы передачи информации. Потом, ну, это же не вполне эстрадный концерт. Это не вполне коммерческое мероприятие. Это несколько иное. Другая история. Да, другая история. Поэтому, как это просто отдать на откуп каким-то там промоутерам, продюсерам, которые делают это для каких-то эстрадных артистов. Ничего не получится. И зритель придет другой, и никто не узнает ничего. Поэтому я как-то безалаберно очень к этому отношусь. И слава богу, потому что если к чему-нибудь относиться слишком серьезно, то его сразу отбирают. Так, Алексей Игоревич сказал мне спасибо в ответ. Я внесу эту строчку в резюме. А помнит ли гость песню про Джордана Бруно? Да, но я ее спеть не смогу. Конечно, помню, спеть ее сейчас. Ее надо, да. Сайт не лежит, Андрей. Все хорошо, не надо, морочит голову. Песня действительно блеск. А голос-то какой молодой. На слух никак не больше 25. Ах, Алексей Игоревич, по-моему, вас клеют просто. Да, ну, перестаньте. А что, нельзя? Старенький уже. А, ну, понятно. Я старенький. Сегодня так, так мило было озвучивать этого пса, старого беззублого пса, такого, какого-то там. Я почувствовал, А, ты вошел в образ и никак не будешь. Да, я вошел в образ, да. А это к вопросу о возрасте. Три с небольшим года назад мне исполнилось 50. Я решил написать себе сам песню в подарок на этот юбилей. И написал юбилейную песню. Думаю, я буду петь ее сам себе перед зеркалом. Под одеялом. Перед зеркалом или под одеялом. Но получилось так удачно, что захотелось поделиться со зрителями. Так она проникла в концерт. Песня называется «Инструкция». Немножечко скрипит нога И с эритмией сладить не могу я И изредка одна мозга Стремительно заходит за другую Не то, чтобы я был с норы больной Но жизнь берет свою И вам прочту я Инструкцию простую По пользованию мной Я в сущности простой прибор Внутри я удивительно несложен И пламенный в груди мотор Пока еще достаточно надежен Не нужно только лом в него сувать Когда подобно трактору пашу я И в бензобак прошу я В дерьма не наливать Не пробуйте меня пилить Мой корпус прочен, он ручной работы А чтобы срок его продлить Используется ласка и забота Без них я быстро зарастаю в холм А чтобы обошлось без неполадок Пожалуйста, не надо Сидеть на мне верхом Используйте меня смелей А чтобы я работал веселее Вы лейте на меня елей Я примитив, я млею от елея Он очень крепляет мне каркас Он и внутри полезен и снаружи Не смазанный я хуже В шестнадцатый час А если я начну снижать Свои стандарты качества работы Не пробуйте меня держать Подолгу на предельных оборотах От этого взорваться я могу А лицезреть подобную беду я Не порекомендую Излишему врагу А в целом я готов к труду Я свеж, я знаком качества отмечу Лишь следует иметь в виду Что мой ресурс, увы, не бесконечен Когда-нибудь я сдохну, а пока Используйте меня и не тужите Но только не держите Меня за дурака Но только не держите Меня за дурака Ну ты ее пел здесь Как это в предыдущем формате Студии Эхо Москвы Ну соответственно в течение последних Пятьдесятые, да, пятьдесятые Три года тоже давно уже Очень много произошло за это время Ну хорошо Но мы не держим Ни в коем случае Дорогой Алексей Игоревич Любим, 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 любим Спасибо, спасибо Прямо вот какой-то Такой вот Рок изобилия любви Рок Алексею Ивашенко Еще такой вопрос Вот теперь если поговорить о дисках Я сегодня когда собралась на эфир Я взяла так штук несколько Да И поняла, что их не так мало В общем, да Мы с Георгием записали Что у нас было Вечный Думатель, Ума Палата Консервные банки Да, две консервные банки Но это двойные диски были под гитару Там Альма-Матерь Бережкарики Припадки молодости И припадки молодости Предпоследние и последние Вот шесть дисков мы записали с Георгием Тух Да, но я говорю сейчас об отдельных дисках Ивашенко Нет, не так много На самом деле всего два Стакан воды и если А у меня еще есть концертная запись Вот этого самого концерта в ЦДХ А, концерт в ЦДХ Или концерт в этом самом В Зальчаковску ЦДХ, вон она лежит ЦДХ А, ЦДХ в Зальчаковску А есть еще запись концерта в Зальчаковскому Которая была с оркестром Сергея Жилина сделана Там видео не очень знатное Но что касается звука Там звук роскошный 5.1 Его сводили два месяца Там просто чудесный звуковой саундтрек Его можно ставить, включать просто в DVD И выключать изображение Вот ты меня, пожалуйста, утешь в одной дилемме С одной стороны В этом году действительно 20 лет Программе авторской песни На волнах Эха Москвы Изначально я приходила к выводу Ведь когда все это начиналось еще Компакт-диском обладал далеко не каждый Ну да И даже пластинка была большая редкость Конечно Я могу просто по пальцам перечислить людей Которые приходили с пластинками Конечно Вот И как-то люди пели живьем тогда В студии вы, кстати, пели живьем Это хорошо Это был 91-й год Это очень здорово на самом деле Потом началась эпоха дисков Да И когда в течение достаточно долгого времени Я сама своими словами Своими собственными устами Говорила приходящим гостям Что мне, конечно, ужасно нравится Когда люди поют живьем Но все-таки по качеству звука Сейчас, когда мы как-то вернулись на круги своя Как к виниловым пластинкам Я понимаю, что в живом звуке есть что-то такое, чего нету Да и ты тоже Есть 7 секунд из происходящего Я очень люблю это все Я не могу слышать эти все фонограммные концерты по телевизору И я не могу увидеть Духовняк Духовняк, да Я хочу, хочу духовника Ничего не могу с собой поделать Вот хочу духовняк, чтобы было все Я хочу, чтобы была нормальная программа какая-то с живой музыкой Вот как здесь, на телевидении Нет, нет же, ничего Ну нет, ничего Ну были какие-то раньше программы Что-то там в полночь какая-то там Кто там? Там Дибров что-то сидел, да? Живой Сидел Они поют классику авторской песни Они поют Галича, они поют Кима Городницкого Вах! Да, Вах, Вах, Вах Они приглашают музыкантов, они приглашают исполнителей, авторов Авторы поют свои песни Они говорят, ну что, если этого нигде нет То почему бы нам пока, суть до дела, не привлечь к себе зрителя Они совершенно правильно делают Потому что сейчас люди начнут смотреть это еще больше Вообще программа неплохая всегда была Она имела свой стиль И свой дух и атмосферу Я с удовольствием ее смотрел иногда А сейчас просто это будет замечательная программа Дорогой Алексей Игоревич, песни песнями, а как же анекдот? О-о-о, анекдот Ну, кстати, это не первое сообщение Вот последнее пришло от Сергея Это, как я понимаю, это все-таки входит в некий конферанс Ну, это да, но скорее не радиоконферанс Это скорее телевизионный конферанс Я должна сказать, что очень много наших зрителей смотрит тебя по сетевизору Вот сюда, пожалуйста Да, там меня видно? Да? Да? Вот, нет, хорош, хорош Очень приятно Так, кроме авторской песни, ничего более не грузится, сообщает Сергей Сергей, а нам больше ничего не надо Да, авторская песня тоже не грузится Она такая легкая Ну, смотря куда, смотря куда грузить, куда не грузить Грузите апельсины в бочках А потом, кстати говоря, вот специфика жанра Ну, может, сначала все-таки хотя бы песню Песенку? Да Так и быть Посмотри, как деревья заснежены Посмотри, как печально река Разгляди В полумраке разрежена Как она подо льдом глубока Все слова Что доселе не сказаны Мы прочтем В тайном блеске луны Будто два представителя разума С двух планет, что с земли не видны Да, любимая, реки застывают А под панцирем Талая вода Да, любимая Вот ведь как бывает Да, любимая Да В тишине По поверхности шарика Что во тьме По орбите скользит Мы пройдем И ночная Москва-река От себя лунный луч Отразит Мы поймем Что вдвоем помещаемся В этот луч Отраженный от льда А потом Так легко попрощаемся Навсегда 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 И Расстанутся Мило улыбаясь Два Разведчика С двух Чужих планет Нет Любимая Я не ошибаюсь Нет Любимая Нет Ну это тоже совсем новая Ну да Называется Прогулки по воробьевым горам О, ну я-то Написала Совсем другое А не прогулки по воробьевым горам Сейчас исправлю А ты чего Я написала Посмотри Посмотри Ну это кстати говоря Вечный вопрос Знаешь За 20 лет 52 недели в году Каждую неделю Я получаю Как минимум Два Произведения С требованием Немедленно Это все поставить в эфир Хорошо Чего ж хорошего За 20 лет Среди полученных Таким образом Произведения Произведения Было Получается 2000 произведений Да Так вот Был один автор Да Пришедший Что называется Самотеком Которого я считаю Очень талантливым И более того Он был в какой-то степени Предтечей программы В которой Ты сегодня участвовал Это питерский автор С громким именем Александр Гинсбург Потрясающий совершенно Мужик В какой-то степени Не совсем Но где-то Следующий По волне Александр Аркадьевич Так вот вопрос Ты сколько Отсудил за последнее Время фестивалей Категорически Отказался Судить все фестивали После того Как еще На нерасколовшемся Грушинском фестивале Был в жюри Дал слабину Согласился Быть членом жюри Мы никогда С Георгием Этого не делали Один раз Это было Когда мы С ним Принимали участие В фестивале Молодежном Совсем В Сергиевом посаде И нас тогда Просто Загнали в жюри Мы тогда Устроили среди авторов Самый обычный Гамбургский счет Собрались 12 человек Ребят молодых Мы говорим Ребят Ну вы же сейчас будете петь И каждый из вас Напишет Кто первый Кто второй Кто третий Первый Может смело Ставить себя Каждый Потому что Конечно же Если ты не считаешь Свои песни Лучше всех других То их нет смысла Сочинять Значит есть другие Лучше Поэтому первыми Можете ставить себя Но по вторым И третьим Мы поймем Кто Кто понравился Кто не понравился Кто что из себя представляет Они написали бумажки Мы их рассортировали И говорим Вот что получилось Это полностью совпадает С нашим мнением Причем же здесь жюри Зачем оно нужно И вот На Грушинском фестивале Я тоже побывал Дал слабину Да Дал слабину Был членом жюри Не знал куда деваться Потому что Ну не могу я судить Как я могу судить Людей которые сочиняют Они душу вкладывают А я может ничего не понимаю По принципу нравится Не нравится А нравится не нравится Ну а что я обижу человека Ну хорошо На сегодняшний день Там Это вопрос пришел А кто вам нравится Из авторов Так сказать Последнего поколения Смотря кого считать Авторами последнего поколения Смотря кого считать Авторами последнего поколения У каждого есть Интересные Песни У каждого Так у одного одна А у другого У одного одна А у другого больше Ну Целая плеяда была Вот я с ними Три года назад Даже мы какую-то Затевали историю Молодежную Это и Кира Малегина Про которую мы сегодня говорили Это и Ксения Полтьева Роман Это роман Забыла Роман Филипп Это и Рома Филиппов Который с Ксенией выступал много Это и Саша Щербина Это и Кто еще И Алина Симонова Вот Мы как-то Все сдружились И даже Некий совместный проект Такой сделали Концерт на Хоровой А Никита Дорофеев Конечно же Никита И что А потом Черт узнает У них У них есть Какие-то Свои амбиции В этом Естественно Свои такие Очень мощные И мне тут Женька Вдовин Замечательный человек Уважаемые Зрители Слушатели Замечательный человек Который Просто Можно сказать Легенда Организации Авторской песни Он сказал Интересную мысль Он говорит Раньше Барды Хотели Чтобы их Услышали И поняли А сегодня Они хотят Чтобы их оценили Ну В общем Интересно Да Конечно Оценили идет Как я понимаю Совершенно в буквальном Смысле слова Да на самом то деле И в буквальном Смысле слова Да Потому что От этого зависит Уже Ну это становится Профессией В этом ничего плохого нет Леша В этом ничего нет плохого Хотя знаешь как Вот Все мы какими-то путями Каждый приходил К своему собственному успеху И На самом деле Просто так ведь Ничего не бывает Да И там я не знаю Среди людей Которых на сегодняшний день Можно считать успешными В жанре авторской песни Ну взять я не знаю Того же Тимура Шауна Успешный человек Да безусловно Но все помним Как шел к этому делу И В общем Скажем Сколько мозолей Кровавых набил И все это Проходили И когда на сегодняшний день Человек Принимает для себя решение Что это будет его профессией Это надо От себя Очень много Понимать Ну это большая ответственность Это очень большая ответственность Потому что На самом деле Во всем мире В разных странах Существуют Такие песни Существуют Песни со смыслом Песни с текстом Песни Я тут два года назад Был в Вильнюсе На всемирном фестивале Авторской песни Опять? Да Но он единственный в мире Он единственный в мире Всемирный фестиваль Авторской песни Да Да Вильнюсский актер 8 лет назад 8 лет назад Вильнюсский актер Гедеминос Шторпицис По-моему Фамилия Который Ну он Чуть-чуть Помладше меня Он там Тоже Около 50 лет Где-то Под 50 Вот такой Моего возраста Парень Он загорелся идеей Даешь всемирный фестиваль Даешь всемирный фестиваль Если в каждом Государстве Которое нас окружает Есть такие песни То почему нам не позвать Представителей этого государства Пусть они поют эти песни И когда я Был на этом фестивале Там был Итальянец Два француза Ирландец Это были люди оттуда Или они были Как это Представителями Жанра авторских песен Своих культур Своих культур Ух Они пели каждый На своем языке Без перевода Ух ты Это Во-первых На фестиваль не попасть Потому что люди уже раскусили Что помимо Самой песни И помимо ее смысла Существует Некая энергетическая аура Которая не менее Интересна и важна Для зрителя Чем Понимать о чем речь Чем да Понимать Два слова Два слова сказать Да были литовцы Были поляки А чехов не было Чехов не было Жаль Жаль Потрясающий автор есть в Чехии Да Замечательный Изумительный Я думаю что они его вытащат Потому что Гереминос Работает над Ну я его тогда назову просто Да Потому что это человек Которого я мечтала бы увидеть здесь тоже Это Яромир Наговица Яромир Наговица Да Его песни так сказать Переводят на русский язык Очень интересно Перекладывает и поет Максим Кривошеев Ага И это с моей точки зрения Это событие О как интересно То есть когда он сидел вот здесь На твоем месте в студии И пел письмо президенту Чехии Я просто вытирал слезы Потому что я до сих пор завидую Ты понимаешь Я был на этом концерте И я вот тоже вытирал слезы И завидовал Потому что это зал Битком набитый молодежью Битком На сколько мест скажи уж по секрету Мест 500-600 я не могу А Ну то есть нормально Нет нет это нормально Совершенно это костел Так Да где сделана сцена В костюле В костюле В синагогах пробовали Где люди играют на гитарах Или на пианино Играют немножко Или как-то там на Что-то подыгрывают На скрипочке себе Но они говорят 2-3 слова О том о чем эта песня Поют по-английски По-французски По-итальянски По-испанец был Совершенно чумовый Испанец Что он там вытворял Это просто непередаваемо Напрочь меня просто Покорили литовцы Просто покорили Они пели Тоже не мальчики уже Тоже за 50-м было ребятам Но они пели так Что я смеялся и плакал Не зная языка Я понял Что есть что-то такое В этой песне Что Что проходит Вне Вне языкового смысла Вот И когда ты Возвращаясь к нашей теме И когда ты берешься За то Чтобы это стало твоей профессией Ты должен понимать Что нужно сравнивать Самого себя Не с тем Что тут там происходит А с тем Что происходит в мире И тогда нужно Услышать Что Я например Сейчас последние Несколько Вот Ты меня спросил А кто интереснее всех Я сейчас просто не могу Сказать кто Потому что я Наверное с год Ничего не слышал Я слушаю Я слушаю Одного единственного человека По-итальянски Которого я не знаю Как зовут Его зовут Паоло Конте Это Сети можно найти? Конте Конечно можно Так Паоло Конте Ему сейчас около 80 Он где-то и 70 Он чуть старше Челентано Ему где-то 78 Или 79 лет А он играет на фортепиано Он сочиняет Совершенно самобытные Гениальные мелодии И судя по тем текстам Которые мне переводили Абсолютно гениальные Яркие Интереснейшие тексты Но Одной ему Ну во-первых Известно Наверное Одна из его песен Известно всем Это он 40 лет назад сочинил Челентано с ней стал знаменит Конте Знаменит Он собирает Стадионы Он собирает Арена Деверона На его концерты не попасть Он дорогой Популярный Интереснейший Музыкально автор Просто интереснейший И не знаю К чему это отнести К джазу К авторской песне Просто к музыке К замечательной Очень много сейчас слушаю Очень увлекаюсь Потому что Совершенно новая планета Два дня назад Дочь приходит И говорит Папа Он еще и поет Я говорю Кто? Открой интернет Посмотри Хью Лори Который играет Доктора Хауса А ты знаешь Что он музыкант? Что он играет на фортепиано Он пишет песни Играет на гитаре И делает это На очень высоком уровне Берусь перекрыть Рекорд с семеркой А ты знаешь такого фантаста Гарри Гаррисона? Он тоже пишет песни Он тоже пишет песни И поет Да нет Все приличные люди Пишут песни Мне кажется Так Татьяна из Торонто Пишет Упоительно Надо бежать по делам Но не могу оторваться От компьютера Кстати у нас Русская диаспора Обожает авторов Исполнителей К вопросу Аптеку Залетайте к нам Шипучее вино Бабай Погиб ли тот фрегат Сколько воспоминаний Пробуждает Не могу открыть Неужели А Эти песни Большое вам спасибо Анекдот про негра Про негра Не знаю Что-то идет Моня по Дерибасовской Это действительно Твой анекдот? Нет Жорик Ошибочка вышла Это ваш анекдот А не Нет Я не знаю Не Ивашенковский Так что потом напишите Ну может мы споем Все-таки А то как-то мы Дорогой фагот Мы несколько увлеклись Когда уйдет Любовь Практически бесшумно Растаив Как ты мог Вчерашнего костра Мир Снова станет прост Ты снова станешь Умным В пятнадцать раз умнее Чем вчера Возникнут за окном Привычные картины И как всегда Забот Набьется полон рот Ты ветер Будет свеж И вместо никотина В нем будет Натуральный кислород Когда уйдет любовь Распустятся листочки И в пламени весны Заводится зима Но ты За всю весну Не выдавишь Ни строчки Из очень Поумневшего Ума Когда уйдет Любовь Все станет Очень мило И даже хорошо Ведь не твоя вина Что нет На всей земле Ее сильнее сил И слабости Слабее, чем она Когда уйдет любовь Ты вновь Вернувшись к делу Поймешь, что можно жить Своей угловой Что кровь еще бежит Что руки-ноги целы Что, как ни странно Ты еще живой Что крепко Здесь в седло Ничто уж не мешает Поскольку У коня Отсохли Два крыла Что все-таки Она Действительно Большая Действительно Огромная была Грустная история Печально Алексей Игоревич Вот Понимаете как Вопрос По-моему, это был Иван Алексеевич Бунин Который в свое время Своей молодой поклонницей Ирине Владимировне Адоевской ЦВ Говорил, что писать надо Либо о прекрасном Либо о страшном Ну да Ну либо о чем-то веселом Ну да Потому что как-то Вы Вы раньше были веселее Да я сейчас веселый Просто такой Был вот такой блок Грустных песен А сейчас, пожалуйста Можно повеселее спеть Знаешь, да, это анекдот Но это не анекдот, это правда Наконец-то Ну это не анекдот Это правда Как Ленька Сергеев выступает С Женей Быковым И Женя Ну что, эту Ленька говорит Нет, лучше Давай вот эту Не, не, не Сейчас Мы ее потом с вами Давай сейчас эту Это в прошлом году Досочинялось Я начинал ее сочинять Очень давно Как-то так Мне показалось Что очень хорошее Словосочетание Мы находимся в Крыму Крым находится в дыму В прошлом году Москва была в дыму А, понятно Да, я поехал в Крым На буквально два дня Там было По делам Нужно было там оказаться Приезжаю туда И вдруг Опускаются тучи И мы там Где-то там Ну Не могу сказать Мы были в горах Мы были в Крыму Совсем невысоко Можно сказать И вдруг тучи опускаются И такой же туман Как в Москве Мы находимся в Крыму Крым находится в дыму А откуда дым берется Непонятно никому Может это облака Вниз упали свысока Может просто где-то Жарят кучу шашлыка А нам На это дело Наплевать Ведь мы Гуляем сами по себе И нам За белым дымом Не видать Куда Влечет нас Время по судьбе Может нас оно влечет И не туда Куда течет А туда Где производят Окончательный расчет Может там уже давно Кем-то главным решено Кто идет на дно А кто на пляж пьет вино А мы Уже взошли на пароход А он Хоть мал, но важен и пузат И нам Всем очень хочется Вперед И нам Совсем не хочется назад Мы находимся в Крыму Где прочухать что к чему Абсолютно не под силу Даже мы ему Уму Потому что этот ум Не глубокий Полон дум Впрочем он вообще-то И без дыма не бум-бум Как знать Каких нам бед не миновать В пути От пункта А до пункта Б Но нам На это дело Наплевать И ведь мы Гуляем сами по себе Да нам На это дело Наплевать И ведь мы Гуляем сами по себе Да уж Догулялись Алексей Ивашенко У нас в гостях Скажи пожалуйста А вот Ваш проект Одно время Вы же с Багушевской Выступали Да Мы выступали А там что? Да нет Ничего Он существовал Да Мы в прошлом году Кстати были В Риге На 8 марта Это было Что-то так сказать Отдельно созданное Или вы просто взяли Каждый свой Профайл Как говорится Нет 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 Это был отдельно созданный проект Под названием Утро карнавала Это бразильская музыка Переведенная на русский язык С авторскими правами Как разобрались Никак Так и не разобрались Разбирались Почти 8 лет С авторскими правами Понимаешь Бессмысленно И хороший юрист нам сказал Да пойте Бразилия находится На противоположной стороне земли Когда вы поете Они там все спят Поэтому Никто ничего не узнает А я даже представляю себе Что это был за юрист Да конечно Это он и был Понятно Конечно Вадима Скоп Ну Его я имел ввиду Ну конечно Так вот Вопрос на самом деле Вот какой Вот По поводу Беста Да Если завтра Предложат составить Вот такой вот диск Самый Как это Крим для Крим Да С чего он начнется Этот диск Алексей Ивашенко Кончается четверг Будет Начинаться Почему Самый прелестный Уже пятница Уже пятница Начинаться будет Кончается четверг Ну объясни Не знаю Очень удачная Получилась песня Вот очень удачная Я чего-то испугался И написал конец Я ей горжусь Да А заканчиваться будет Вот Начинается пятница Последними песнями Вот Грустными Про Воробьевы горы Будет заканчиваться Про Не забуду тебя Никогда-никогда И про Волшебную зажигалку Про волшебную зажигалку Замечательная совершенно вещь Очень мне понравилась Уважаемый Алексей Когда приедете туда Опять же Объяснение в любви Опять же Заявки Но мы так уже пришли Алексеем Игоревичем К выводу Что заявки он выполняет Исключительно свои собственные Но иногда На меня разменивается Заказывайте Спойте Вон у вас там Сколько всего еще Или вот эту Флюгер моих ветров Стрелкою оловянной Нити моих путей Вычертит без труда Роза моих ветров Слишком уж постоянно Дует один туда Дует другой сюда Дует один туда Дует другой сюда Слезы моих дождей Бьют по щекам все злее Каждый осенний лист Плачет в моем дворе Слезы моих дождей Наверняка имеют Максимум в сентябре Максимум в сентябре Максимум в сентябре Максимум в сентябре Реки моих надежд Так полноводны в мае Разве ж виновен я В том, что из года в год Реки моих надежд Пообмелев впадаю В море моих забот В море моих забот В море моих забот В море моих забот Видимо климат мой Резко континентален Кто же сумеет мне Правильный дать прогноз Что меня ждет в году Радости или печали Ждет ли меня тепло Ждет ли меня мороз Ждет ли меня тепло Ждет ли меня мороз Ну, эта вещь тоже обязательно должна быть Надеюсь, Крим для Крим Вечный вопрос Дорогой Алексей Игоревич А где... Вот скажи, пожалуйста Вот в доме книги я видела твои диски Напротив Эхо Москвы А где еще? Они везде кончились Везде покончились Они у меня в тумбочке Ну, не надо хвастаться Они, нет Они не потому, что Их так быстро Как в том анекдоте Знаешь, я купил сегодня твой диск А, так это был ты Так и здесь А они раскупаются очень медленно Поэтому лежат в тумбочке Ну, да, они лежат в тумбочке И на складе Еще на одном И больше книги, по-моему, нет Их надо извлечь И продать И продать Но тут мне поступило неожиданное предложение Совершенно Есть сайт Называется Thank you.ru Да Мне про него Макаревич рассказывал Слышал, да Макаревич уже с ними сотрудничает Вот они мне позвонили И предложили Совершенно неожиданный вариант Они говорят Мы боремся с пиратством Каким образом? Говорят Культивирую его Но мы культивируем Цивилизованное пиратство Мы понимаем Что все равно Все все скачивают Ну да Так мы открыли Так мы открыли Такой сайт Под лозунгом Thank you Ребят Поблагодарите авторов Кто Сколько Сочтет Нужным Никаких Абизонов Никаких запретов Нет Вы можете скачать Здесь Вот я На следующей неделе Я выкладываю туда Вот эти два диска Если И Две капли на стакан воды Я им отдаю Права И зрители Могут Кто хочет 50 копеек Кто хочет 100 тысяч рублей Переводить На счет автора Вот кому Сколько захочется Замечательно Я говорю Что платят И сотрудница Этого сайта Говорит Ну вот сейчас Уже больше 20 процентов Слушателей Переводят деньги Да Уже больше 20 Сейчас уже Где-то треть Вот где-то так Ну что ж Замечательно За 30 даже процентов Я хочу поблагодарить Алексея Ивашенко И у меня готова Вот чтобы мы с тобой Спокойно вышли Из студии У меня готова Коротенькая песенка Хорошо Спасибо Спасибо вам До свидания До свидания Дорогие слушатели И зрители Нателла Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Пойдемте, Алексей Ильич. Чудесно. Нас слушали в разных концах света. Хорошо. Вот у нас есть постоянная активная такая дама из Амстердама. Дама из Амстердама. Спасибо. Классно. Из Амстердама. В Амстердаме был два раза. Я ни разу. Слушай, и оба раза хотел понюхать траву. И подышать ей. И так и не решился. Быстро. Ну я травку-то курила. А я не пробовала. Ни разу. До свидания. До свидания. Че ссать? Не знаю. Демонтирую это вроде. Какой ты вялый. Блин, я болею. А-а-а. Зачем ты пришел? ТНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...